На таком абверах не надо ввести еще одну шкупань. Давайте уменьшаем увеличение. Вот один неверо, вот его дõesц, вот два псора. А с тем максом будет связано. Он идет к другим неверо. Вот сидит еще один неверо, вот его дõesц, вот его псор. Вот еще один неверо, вот его дõesц. Вот яблоксон, вот еще сидит нейрончик, а еще куда он может ввести? А еще он может ввести к работающему окону, а таксоном может отходить вот такой промежуточный отросток, каутеральный бы это называется, и ведет он, допустим, не к нейрону, а к мышечной клетке. Вот мышечная клетка, и сигнал будет действовать на мышечную клетку, или здесь клетка железа. Отлично. Хорошо. А откуда взялся вот этот сигнал, который пробежал, как мы с вами уже сказали, от сона к системе передачи сигнала от тела нейрона. Вот стрелочка, направление проходит с сигнала, а обратный сигнал может вернуться? Нет. То есть, если мы назовем этот нейрон, нейрон А, а вот этот нейрон, нейрон С, нейрон А может передать сигнал нейрон С, а наоборот нет. Значит, хорошо, а откуда взял сигнал нейрон А? Так. Вот сидит нейрон предвизмененный, вот локсон, белки в мембране этого нейрона, а то, что в мембране каждой клетки белки сидят, да? Изменяют конформацию, допустим, под действием активных веществ. Если во внешней среде появляется слишком много йон водорода, да, то эти белки контролируют. При этом, как белок устроен? Вот сорт мембраны, вот сидит этот белок. Вот здесь у него активный центр на протонах. Если протонов много, с высокой вероятностью протон тут соединился. Белок конформировал. И вот эта часть, которая находится вне клетки или внутри клетки? Вне клетки или внутри клетки? Вот эта часть? Вне. Ребята, вот это внешняя среда. А вот это что? Да. Это стоплазм. Итак, сигнал во внешней среде стоплазма? Да. Во внешней среде. Да. А конформировавший участок во внешней среде стоплазма, в ходе конформации он превратился в вот этот участок. Приобрел свойство фермента. Любой фермент во сколько раз увеличивает скорость реакции? В миллион раз. В результате, если протонов во внешней среде много, так, внутри клетки определенная реакция ускорилась в миллион раз. Так именно результат, ну, на самом деле, отдаленный результат этой реакции приводит к формированию нервного импульса. В результате, как этот нейрончик работает? Протонов много, он посылает нервный импульс? Да. Да. Протонов мало, он посылает нервный импульс? Нет. Нет. Хорошо, рядом ставим другой нейрончик, у которого белки реагируют не на протоны, а на легкие сахара. Допустим, на ту же самую глюкозу. Если глюкоза в огнейшем мире появилась, так, белок конформировал. И результат его конформации ровно тот же самый. Рождение нервного импульса. Так. А этом сидит еще один нейрончик. Мембранные белки, которые реагируют на дисцированные соли. Если много дисцированных солей в растворе, белок конформировал, и нейрон отреагировал на это нервным импульсом. Ребята, какое вот он чувство мы с вами получили? Нет. Это огонь чувства. Хорошо вам известно. Тоже? Нет. Да. Спасибо за это. Скажите, пожалуйста, вы можете почувствовать вкус супа, опустив туда палец? Нет. Это огонь вкуса. Да. Концентрация протонов, как мы переживаем? Какое ощущение у нас возникло? Кислый вкус. Кислый вкус. Срабатывание вот этого нейрона, как мы будем переживать? На что? На что реагировал? Он реагировал на легкие сахара, на легкие углеводы. А, сладкий вкус. А этот на дисцированную соль. Соленый вкус. На самом деле есть еще одна группа. Вы просто не знаете название этих веществ. Гликозиды. Так. Так. Воздействие гликозидов на нейрон, как нами переживается? Горький вкус. Так. Что самое интересное, гликозиды, ближайшиеся химические родственники сахара. Так что, с объективной точки зрения, с точки зрения строения молекулы, горькое и сладкое устроено очень похоже. Вот кислые устроены совершенно иначе. Итак, вот мы набрали систему нервных клеток, срабатывающих под внешними сигналами. Кто знает, как называются нервные клетки, задача которых – прием внешнего сигнала и ответное формирование нервного импульса. Да, вот это и есть рецепторы. Именно они являются источником нервных импульсов, которые дальше будут перерабатываться, приводить к действию определенных органов, храниться в памяти и тому подобное. Так вот, последний важнейший термин на этом уровне. Важнейшую роль играют вот эти точки. Выделяют точки контактов разных нейронов. Вот у вас идет аксон одного нейрона, он контактирует с другим нейроном. Вот точка контакта, вот точка контакта. Точка контакта двух нервных клеток называется синапс. Хорошо. На макроуровне все закончили, ну теперь держитесь. Теперь начинается такая молекулярка, где необходимо вспомнить будет все про мембрану белки с одной стороны и как следует набречь ваше представление по физике с другой стороны. Поехали. Итак. Усок мембраны нейрона. Вот он. Тут же выясняется, что в любом нейроне стоят несколько разных типов транспортных белков. Это естественно. Первый важнейший, без которого не работает ни одна клетка. Это белок-насос. Вот он. Который работает с ионами калия и натрия. Работает он, как и любой насос, только при выполнении какого условия. Если клетка тратит АТФ. Да. Называется этот белок калий-натриевая АТФ. Ну, в биохимии все названия веществ говорящие. Если название вещества кончается на АЗА, то что это за вещество? АЗА – это окончание названия ферментов. Все ферменты кончаются на АЗА. Что делает калий-натриевая АТФ? АЗА. Если вот здесь расщепится одна молекуа АТФ, распался на АТФ плюс фаскад, то выбильная энергия вызовет конформацию, в ходе которых АТФ выбросит наружу ионы натрия. То есть она зацепила имеющиеся здесь ионы натрия и выбросила их наружу. И затащит внутрь ионы калия. Энергии от одной молекулы хватит на единичное срабатывание. Два иона в одну сторону, три иона в другую сторону. Чтобы следующую порцию перебросить, что надо сделать? Еще молекулы АТФ. Так вот, калий-натриевая АТФ работают всю жизнь. Абсолютно всегда они не останавливаются, не дай бог они останавливаются. В результате их работы. Ну давайте пока без всяких отростков, вот это у нас не было. Внутри стоплазма, здесь в окружающей среде. В мембране стоят миллионы калий-натриевых АТФ. Скажите, на фоне их работы, что можно сказать о соотношении концентрации натрия внутри клетки и вне клетки? Натрия внутри клетки очень мало, а снаружи? А снаружи очень много. Здесь у нас маленький натрия, а здесь много-много натрия. А с калием как дела? Калия внутри клетки очень много, а снаружи? Очень мало. Славно. Итак, калий-натриевая АТФ это первая мембрана белок, которую мы с вами указываем. Но дело в том, что есть еще целая серия белков каналов. Вот, калий-натриевая АТФ это тоже, это насос. Так? А дальше. Второй белок. Калиевый канал постоянного тока. Калиевый канал постоянного тока. Что это значит? Это значит, что отверстие внутри этого канала открыто всегда. Так? В результате, пропускает он только ее на калии, да? Значит. В результате, если есть разница концентрации сквозь этот канал, тут же начинается движение ее на калии. Обратите внимание, разница концентрации по калии. Есть люди? Есть. Есть. Кто ее создал? Калиевая АТФ? Калиевая АТФ. Отлично. Что должно начаться на калиевых каналах? Калиевая АТФ. Да. Калиевая АТФ. Калиевая АТФ. Калиевая АТФ. Калиевая АТФ. Согласны? Угу. Причем по всей поверхности. Угу. А вот теперь первый вопрос на засыпку для самостоятельной работы. Каналы эти стоят, и они многочисленные, вот эти каналы постоянного тока. Что можно было бы ожидать? Да, что концентрация по калию уравняется, не уравнивается. Внутри калия остается больше, чем снаружи, несмотря на то, что дырка для калия есть. Почему? Калиевая канала постоянного тока всегда открытая, а концентрация по калию не уравнивается. Да, что быстрее наоборот калия на калию. Что? Быстрее наоборот калия на калию. Что, ребят, в каких единицах скорость диффузии вы будете видеть? В каких единицах скорость диффузии? А, в целом. Отлично. Работает у вас, увеличился темп работы калий-натриевой атеопазы. Что будет с калиевым током в каналах? Вот же возрастает. И в конечном итоге концентрация храбора отняется. Не в этом дело. А, натрий отталкивает? Ну, кто, кого и почему? Ну, смотрите. Ну, на йен-натрия есть и есть йен-калия. Есть. Ну, вот. И заряд отталкивает. Так. Так. Хороший путь. Ну, давайте подумаем, у кого из них заряд выше. Одинаковый. А концентрация натрия все-таки больше снаружи, чем концентрация? Так. Ну, и так. Стоп. Убираем из схемы калиевый канал. Убираем. Да? Смотрите. Натрия здесь больше, но калия меньше. Здесь калия больше, но натрия меньше. Угу. Значит. Вот, на самом деле, это здесь перенос не эквивалентный. Клайон меняется на три. Наша разница в зарядах действительно будет. Вы правы. Но оно незначительное. А важнее другое. Ну, вы подумайте. Пошла диффузия калия из-за разницы в концентрации. Что тут же, вот здесь, снаружи начинает формироваться. Вот в этом углу. Разница. Калии выходят из клетки под действием разницей концентрации. Там останавливается. Каждый ион калия как заряжен? Положительно. Положительно. В результате, какой заряд вне клетки растет? Положительно. Положительно. Каждому следующему иону калия так же легко выйти или сложнее выйти? Сложнее. Почему? Чтоб положительно. Заряд вне клетки. То есть, калия оказывается в какой ситуации? Разность концентрации куда его угодит? Куда его угодит? Куда его угодит? Наружно. А взаимодействие заряда куда его угодит? Внутрь. Внутрь. В результате возникает равновесие двух этих процессов по отношению к калию. Так? Часть ионов выходит из-за разности концентрации, часть возвращается из-за взаимодействия заряда. Приведет ли это к выравниванию заряда внутри клетки? Нет. Нет. В результате, вот, внимание, начинается работать с графиком. Мы с вами важнейший график, сейчас построим, называется такой график единичного нервного импульса, по-английски спайка. График спайка – это основа электрофизиологии. На графике вот эта ось зарядок, вот это просто ось времени в миллисекундах. Ноль по оси зарядок означает простую вещь, что количество заряда внутри клетки и снаружи клетки одинаково. Это понятно? Да. Ноль. Ноль – это разность заряда. Выше ситуация плюса, ниже ситуация минуса. И вот теперь самое главное. График строится для нервной клетки. То есть, на этом графике отражается будет ситуация внутри мембраны или снаружи? Внутри. Понятно, что снаружи – это уже не нервная клетка, это внешняя среда. То есть, график строится для ситуации внутри клетки. Так? Так что, если на этих координатах есть вот такая точка, бесперещая. Это означает, что внутри клетки каких зарядов больше? Отрицательных или положительных? Отрицательных. Отрицательных. То есть, вот эта область отрицательных зарядов на внутренней стороне мембраны. Давай, если график вот сюда перескочил. Где? На внутренней стороне мембраны, значит, казалось, больше положительных зарядов. Согласны? Да. Согласна. Отлично. Попробуем вот эту систему сносить на график. Итак, часть йонов калия из-за разности в концентрациях сбежала из клетки. В результате из-за бегства калия у нас равновесие зарядов или нарушение равновесия зарядов. Как заряжена внутренняя часть мембраны по отношению к внешнему? В ней не хватает положительных зарядов. Отрицательных. Отрицательных. Вот оно, фоновое состояние клеток. Потенциал покоя. В состоянии покоя внутренняя сторона мембраны имеет отрицательный потенциал по отношению к внешнему. Это пока понятно, да? Отлично. Теперь, могут ли в клетке происходить самые разные химические реакции? В ходе химических реакций могут ли йоны, допустим, вступать во взаимодействие? Да. Да. Повлияет ли это на распределение зарядов на местном участке Центапожного? Да. Да, конечно. То есть, на самом деле, у нас нет никакого длинного постоянного покоя. Там все время что-то происходит. Так? Допустим, в ходе обменных процессов в клетке, так, возрастает количество положительных зарядов внутри. Как на графике это должно выглядеть? Да. Со временем, куда клевая талисма? Вверх. У нас внутри клетки возросло количество положительных зарядов. Внимание! А будет ли это возрастание идти и дальше? Нет. А какой процесс остановки возрастания? А смотри, в чем дело. Почему калий полностью не выходит на руку? Взаимодействие зарядок. Взаимодействие зарядок. Хорошо. Если мы внутри клетки на этом участке увеличили значение положительного заряда, что немедленно сделают кайонок КГ, здесь увеличился дополнительный плюс. А вот. Конечно. Понятно, что разница по заряду уменьшилась. И просто из клетки выйдут через каналу вставленного тока некоторые лишние полцы емок-калер. Как это скажется на зарядной мембране? Вернемся к норме. Хорошо. А допустим, в ходе обмена внутри клетки родились отрицательные заряды. Как это на кратике будет выглядеть? Вниз. Вниз? Ну и будет это движение вот так вниз продолжаться? Нет. Потому что если здесь увеличилась концентрация отрицательных зарядов, что сделает Харьер? Дополнительное количество его притянется сюда. Так? Что с граммиком? Вернемся на место. То есть граммик на самом деле вот так колеблется. Вокруг какой-то средний. Ясно, как артерекуляция здесь наложена? Угу. Хорошо. Можно вопрос? Да. А чем-то электрическое поле вокруг неравного, чем-то нужно? Ага, уже увидите. Только она граммик называется не электричество, а и фермакутность. Ага. Значит, увидите. Теперь давайте дальше смотрим. И ситуация вот так и будет. Колебание потенциала вокруг потенциала покоя до достижения одного критического случая. Красное чертопровождение. Если волю судима, потенциал выскочил к этому значению. Вот сюда. Разность потенциалов на мембране преодолевает значение. То срабатывает третий важнейший белок. Третий белок, который стоит в мембране, называется натриевый. Потенциал зависимый. Канал. Это не канал постоянного тока. Если он потенциал зависимый, это значит, что рабочая конформация, то есть с открытым каналом, возникает в ответ на какое воздействие. В ответ на... Помните условия, влияющие на конформацию? Да. В ответ на достижение строго определенной разницы потенциалов. Вот в ответ на именно это значение разности потенциалов, так открылись каналы, свободно пропускающие натрии. Как только открылись каналы по натрию, что немедленно произойдет. Натрия пошла в клетку. Разница концентрации в 20 раз. Так что поток натрия сквозь канал очень быстрый. Как это скажется на графике? Резко скопнул вверх. Вот так выскочил. Но буквально в следующую миллисекунду, что произойдет? Обратите внимание, теперь разница потенциалов на мембране. Подходящая или неподходящая? Что сделает натриевый канал? Немедленно закроется. Не его условия. Он перейдет в нерабочее состояние. А это значит, будет продолжаться поток ионов натрия. Все остановился. Но вот это, вот этот расклад на зарядку. Откроет другой потенциал, зависимый канал. Калевый потенциал, зависимый канал. Мой вопрос, зачем он нужен? У нас же уже есть один канал, который вообще всегда открыт. Что будет, даст коллегой, нацелозависимый? Скажите, вот этот работает на все участки мембраны? Нет. Вот этот абсолютно на все участки мембраны работает. А вот этот открывается только на каких участках? Где там появился на... Только на тех участках, где мембраны как внутри заряжены. Положительно. Вот смотрите, что получили. Мы получили такое распределение. Во всей клетке мембраны заряжены внутри отрицательно. По отношению к внешнему слою. То есть, во внешней среде плюсы, внутри предки минус. А в том месте, где произошел вот этот пробой, так как меняется соотношение заряжены? Наоборот. Внутри минусы, а снаружи минусы. Именно на этом участке что откроется? Калевый потенциал, зависимый канал. Он открывается именно в этот фольг. Отлично. Посмотрим, что здесь произойдет. На этом участке, посмотрите, снаружи минусы. А внутри плюсы. А какая сила вмешала выходить калево наружу? Вот здесь какая сила вмешала выходить калево наружу? Положительные заряды в нерве. А на этом участке есть положительные заряды? Нет. Нет. В результате, на этом участке калево погонит из клетки, взаимодействует двух сил. Во-первых, его больше, то есть под действием разницы концентрации его будет выжимать. А во-вторых, взаимодействие зарядов на этом участке его будет заталкивать или наоборот выталкивать. То есть на этом участке у нас резко калево из клетки. На графике, так скажем. Низко калево. Резко калево. Причем даже немножко ниже, чем исходный уровень. А дальше? А дальше в течение некоторого времени клетка вообще не на что рябирует не будет. Точнее не клетка, а этот участок мембраны, на котором возникли мембранные токи. Вот этот участок. Так мембрана наводит порядок. Возвращая зарядок, то есть, что он настоял. То, что мы с вами получили, называется график спайка. Или график единичного нервного импульса. Спайк единичный нервный импульс. Как видите, в основе спайка направлены потоки ионов. Причем, в первую очередь, какие два иона определяют спайка? Натрия. Иона натрия и иона крылья. Совершенно верно. Вот этот вид спайка, вот этот его вид, связан с движением какого иона? Натрия. Натрия. Натриевый вид. А вот этот вид? Аль. Аль. Отлично. Вот это, значение вот этого потенциала, так, при котором открывается натриевый канал, будет называться потенциал действия. Если потенциал действия достигнут, так, дальше события остановить невозможно. Ясно, что дальше обязательно будет потенциал действия. Ну вот, там сначала натрий, потом калий, и там, и там есть еще и другие, то есть там и натрий, и калий. Ну, например, вот на тот, который слева калий, там же не только натрий есть, но еще и калий. Еще раз. Ну вот, натриевое, как бы, менее. Там же калий тоже есть, так? Я имею в виду, с движением какого иона связано вот это поведение графика. Конечно, там и натрий есть, и калий есть, по секрету скажу, и кальций есть, и магний есть, и хор есть, и много всего есть. Просто вот это изменение графика связано с движением какого иона. Понятно? А вот это изменение графика с движением какого иона. Понятно? Ага. А, конечно, они там есть. Почему обязательно достигнутся потенциалов действия? Отличный вопрос. Чуть позже. Дело в том, что имеет право или не имеет право живая система случайно формировать, чтобы мы сало действовали. Нет. Значит, должны быть строго определенные условия достижения этой точки. Вот с этими условиями мы с вами потом будем разбираться. Вот пока привыкните к этим графикам. Это мы посмотрели, как возникает в единственной точке мембраны вот такое направленное движение венчиках. Отлично. Отлично. Следующая подтема – распространение спайка. Сейчас вы видите, как он себя ведет на мембране нервных лет. Чуть увеличим. Вот в этой точке возник спайк. То есть в этой точке пока нам не интересно, каким образом достигнутся к мембране салдиста. Это значит, что открылись сначала натриевые каналы, через долю секунды калиевые каналы и здесь пробежали венны. На долю секунды внутри клетки на этом участке возникла зона положительных зарядов. Вне клетки зона отрицательная. А вот здесь дальше? Положительная. Внутри отрицательная. По всей мембране, да? Основной? Положительная. Теперь обратим внимание вот на что. Рассмотрим вот этот участок внутри клетки и вот этот участок вне клетки. Вот она. Как по-вашему, на этих участках движение иона вдоль мембраны возникнет или нет? Да. Смотрите, у нас есть разница зарядов. Ага. Что сделают вот эти отрицательные заряды вне клетки? Привет. Понятно, что они вот сюда поехали? Да. Что сделают вот эти положительные заряды внутри клеток? Они туда. Сюда поехали. В результате на участках соседних с участком первичного спайка. Разница зарядов вне клетки и внутри клетки сохранится или изменится? Изменится. Изменится. Причем. Вот на этих участках мембрана находится в покое. Так? Значит, давайте смотрим. На участке первичного возбуждения. Вот участок первичного возбуждения. От него пошло движение иона. Что будет на этом участке с кондиентом зарядов? Уменьшится или возрастет? Разница между плюсом и минусом здесь? Возрастет. Возрастет. Вы считаете, что здесь плюс нарастет? А, нет. Нет, это не уменьшится. Так возрастет, уменьшится или останется постоянным? Уменьшится. Ребят, понятно, что мы сюда минусов добавили, и минус сюда от кочевая, что со значением этого плюса. Упал. А сюда мы добавили плюсов, и плюс сюда от кочевая, что со значением этого минуса. Ребят, смотрите, здесь отрицательный заряд. Так? А мы вот в эту зону, внутрь клетки, закинули положительный заряд. Как прошло движение объема, что с числовым значением отрицательного заряда по-соседству? Он больше. Наоборот. То есть он станет более отрицательным? Нет, более. А, увеличится, в смысле движение на графике. Отлично. Если разница зарядов уменьшилась, как на графике это изобразить? Вниз, а не, а не, только к нулю ближе. К нулю ближе. Вот посмотрите, этот участок был в состоянии покоя. Так? Значит, как только на первичном участке пробой, что сделает график на окружающих участках? Полез вверх, ближе к нулю. Как только на окружающих участках вот эта точка будет пройдена, что начнется на окружающих участках? Вот здесь. Спайк. Вот это? Спайк. Отлично. То есть на этих участках возник спайк. Так? В результате здесь появились дополнительные плюсы, а здесь дополнительные минусы. Как это скажется на окружающих участках? Опять же, ну понятно. В результате. А в результате получили лицевую волну. В одной точке процесс начался. А что он дальше выбил? Распространялся. Распространялся кольцом. Пошел по всей мембране. Хорошая модель. Какая? Представьте себе планету, полностью покрытую океаном. Неодонна телекомета. Так? И на эту планету падает гигантский метеорит. В точке падения что рождается? Волна. Волна. Какую форму волна будет иметь? Родина. Кольцо. Стремительно расширяющееся кольцо. Так? Ну и опишите дальнейшее поведение этого кольца. Работает на берег, оно... Пока обогнет всю планету. А в диаметральной противоположной точке что произойдет? Вознательность. Кольцо схлопнется. Так? Совершенно так же ведет себя спайк на мембране нейрона. Только нейроны это не сфера, а из него торчат отростки. Да? Но эти отростки это та же самая мембрана, внутри которой цитоплазна. То есть сигнал, родившись на теле нейроны, что сделает? А бежит все отростки. Идея-то понятна? Сигнал заглопнуть не может. Еще раз. Сигнал заглопнуть не может. А как он может заглопнуть? То есть после первого спайка не хватило дальше разницы потенциалов? Стоп. А за счет какого процесса поддерживается разница потенциалов? За счет постоянной работы калинатриевой атеопазы. То есть спайк использует энергию, которая для него запас процесса. Какой процесс? Это царь. Калинатриевая атеопаза обеспечила разведение зарядов. Она вместе с каналом стального топа обеспечила различие зарядов на мембране. А спайк просто использует то, что уже сделано. Именно поэтому он не запомнил. Продолжение следует.